идем голодные хотим где-то поесть на султана ахмете тоже вы же понимаете что в стамбуле можно поесть где угодно и во сколько угодно и когда угодно да сейчас мы пройдем немножечко вперед такие классные сувениры мы их обязательно купим ну для себя для себя для знакомой для друзей нет мы мы не пьем за это значит мы все бухают мы не бухаем вечером все только начинается серёжка пойдет вот к этому барберу будет делать себе будет делать себе прическу на лице до себя побрить а просто побриться до показывали все сколько людей разных разных национальностей здесь конечно очень много вот сюда мы хотели да так и его не знаю это и уличная еда скажем так но не совсем уличная это более-менее к ресторанчик и вот данный рейтинг делает вот давали так как я хочу сам там кунта тулук ирис это чтобы были булгур возьмем Да куда тебе столько, господи, ты что, сколько набираешь? Чуман, значит вот такая еда. Скажем, сколько мы в центре Стамбула на Султана Ахмеди за это заплатили. Соус и ки-поршу, соус. А, окей. В ресторан на Султана Ахмеди огромная порция, я не знаю зачем. Слежка от жадности еще, а ты еще и суп заказал, нет? Ага. Еще чай принесут. Вот, короче, вот так вот мы ужинаем в самом центре, возле Голубой мечети. Но мы же здесь живем, правильно? У нас же только завтрак включен. Ну-ка, давай попробуем, как это съедобно. А здесь все главное? Ну, нормально, вкусно. Нормально. Нормально. Островато, но приятно, нам всегда спрашивать. Кстати, нормально. Я люблю острое. Шабан. Соус. Проходить мимо этого заведения у них вот такой пароль и вот такой логин. Так что сливаю, как говорится, информацию. Ну, здесь что нам это? Дробно видеть. Нет, совершенно. Вышли на Султан Ахмед? Угу. Ну, что? Иду, да. Какая? А я вот там буду стоять и его ловить. Угу. Угу. Ты просто отключишь датчики и все. Красиво подсвечивается голубая мечеть. Вечерняя прогулка. Вечерняя прогулка. Красивая. Подсвечивается египетский обелиск. Так. Вечерняя прогуляемся. Покажу вам. Подойдем потом дальше к змейной колонне. В которой раньше был фонтан. Там было три змейных головы. Две из них, по-моему, в национальном музее. Одна пропала. Сейчас подойдем туда. Раньше был фонтан. Вообще, раньше это был подром здесь. И все эти колонны, все эти обелиски, они утоплены на несколько метров. То есть, как говорят, культурный слой нарос. Голубая мечеть теперь красиво подсвечивается. Очень. Таким розоватым светом. Позади нас Ая София. В обратном пути снимем. Вечером мы еще тут не снимали. Потом это мы еще, конечно, вам все днем покажем. Сейчас вниз заглянем. Видите, насколько утоплен вниз. Сейчас пойдем еще змеиную колонну посмотрим. Мы приближаемся как раз к измененой колонне. Вот видите, как были закручены змеи. И еще были головы. Но остается только фантазировать. Тоже утоплено. Ну, насколько я знаю, это был фонтан. Видите, вечером она тоже посвечивается прикольно смотрится. Все. То, что осталось от змей без голов. Пошли в Голубую мечеть зайдем. Сейчас еще пока пускают. Просто покажем вечернее убранство. Вечерние подсветки такие красивые. Пошли сейчас во двор как раз в Голубую мечеть. Сереж, стой. Сейчас она таким розовым светом горит. Здорово. Это сейчас, видите, здесь закрыто. Тут еще реставрация. Потому что мы заходили раньше с той стороны. Вот. А сейчас уже здесь открыли. Серег, зайди покажи, как вечером. Это двор. Сейчас держу. Это открытый двор. Это не держать. Ага. Сейчас заходим во двор в Голубой мечети. Везде уже мрамор от ног. Встал гладкий, блестящий. Смотрите, какая красота. О, встал г多. О, супер. Ладно, ладно. О, извините. Ой, извините. Так, ребята, мы в Голубую мечеть заходим. Посмотрите, как красиво, когда мы здесь были, а здесь кругом леса были. Сережа, как тебе это? Отреставрировано. Очень красиво, правда? Потрясающе просто. Голубые. Везде эти фрески голубые. Просто оно подключительно. Толщина колонн. Я не знаю, сколько метров, а хватит. Вот, видите, девочка стоит, фотографируется. Посмотрите, просто невероятно. Просто капец. Молятся люди. Молятся люди. Например, колонны и Сережа. Размер колонны и Сережа. Видите? Огромнейшая. Надо было такую построить. Доброе утро. Начинаем наш новый день с таким потрясающим завтраком и видом. Мы находимся в Стамбуле. Сейчас в отеле. Начинаем новый день. Думаю, что он будет очень плодотворный и интересный. И мы готовим для вас, как всегда, много увлекательных приключений и локаций. Наш завтрак. И начинаем новый день. Это трамвай Т1, между прочим. Тут слышно. Ой, лая София. Ребята, какая красота. Сюда можно войти. Кого есть вред на жительство. И вы успели купить карту музейную. Значит, здесь сработала карта музей карт плюс. Можно зайти бесплатно при переявлении и комета, если у вас есть музейная карта. И она еще срок действия не истек. Мы зашли сюда бесплатно. То есть про нашей карте при переявлении и комета. Чтобы войти сюда просто туристу, вы должны купить билет. У нас сейчас стоит дорого. Около полутора тысяч лир. Ну, я считаю, это очень дорого. До этого момента я, София, был бесплатной. Но сейчас уже за деньги. Поэтому вы можете посмотреть его на нашем блоге. Я вам все-все покажу. Ну, просто помолчу. Думаю, комментарии здесь, в принципе, излишни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Лер, мы без микрофонов сегодня кстати. Здесь чай разный, здесь разный чай, ничего страшного. Разный чай, но тут конфеты. Знаете самые вкусные конфеты? Вот они. Вот они, кругленькие. Это миндаль, вот эти кругленькие. Это фундук, фундук, корица и шоколад. Корица очень вкусная. Давай попробуем, типа мы первый раз зашли, они каждый раз сюда заходим и пробуем, тестим. Это фундук, фундук, фундук и миндал. Корица, корица, корица. Фундук, карица. Корица, 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 корица. Мы имеем микс из него. Если вы хотите, то этот, а этот. Сколько стоит? Давай посмотрим, такая большая коробка, сейчас прозреем. 600 литров. Оно стоит вкусно, реально. 600 литров, это получается чуть меньше, чем 20 долларов. Да. Это чай. Это все на розыгрыше. Вот это мы двухкум на розыгрыше давали. Вот это чай. Правда, что все давно выпили и сели. Да. После вкусе такое остается, после этих конфет шикарные. Пройдемте. Да, пожалуйста, проходи. Мы, может быть, купим это? Варенье из каштана. Варенье из каштана. Это нечто. Никогда не пробовал? Не знаю, думаю, что не очень вкусно. Пойдем бахлаву покажем. Разнообразие. Да. Скажи, хотя бы за килограмм цену? Какого-то есть? Да. 1,5 тысячи, 1,4 тысячи. Чоколады. То есть за 100 грамм, за 100 грамм. Что в бритских кирпичах? Чоколады. Да, вообще, в кафе. Шекели дарим. Каждый день, что заходим и пробуем. В общем, заманили. Да, не, мы сами сюда, мы хотели быть заманенными. Здесь можно намаз, видите, туалет, здесь комната для молитвы есть. Большой. Я очень давно хотела этот шафрановый торт. Хорошо, только я сюда сяду, потому что я же снимаю. Мне нужно освещение. Старые-старые здания. Смотрите, как оно выглядит. Мы уже снимали здесь, ребят. Но это было очень давно, когда нас еще было очень мало. Там пришло очень много уже новых подписчиков. Поэтому мы некоторый контент повторяем. Почему? А потому что нам просто нравится здесь бывать. Сейчас я вам покажу цены. Сейчас прозрите просто. А цены. А я не вижу здесь. А, 445. Как, сколько стоит шафрановый торт? Ребят, я не буду показывать цены. Вот это, кстати, я видела рекламу где-то в Инстаграме. Именно вот этого десерта. Сколько он стоит? 455. Вот такой с мороженого. Я даже не знаю, я уже растерянная. Я уже растерянная. Я уже это самое. Все, я сушусь не диету. Жжу здесь сладости. Я просто вам быстренько показываю. Это волосяночка. Как она называется? Кенефе. Кенефе. Это типа бюрека. Нет, кто же кенефе? Кабаклы. Что-то из дыни. С тыквой и с тыквой. С тыквой и с молочным пудингом. Это вот как бы мы их брали, но не могу сказать, что... Ферен Сутлач 195. С 195 и я, так мы два можем взять. Шафран Ли. Я лучше шафран Ли возьму, я не хочу. Я шафран Ли возьму. Все, смотрите. Как есть мусто... А мы с тобой кушали... Вот этот. Нет, а мы с тобой кушали. А мы ели вот этот. А по 350 нам посчитали в ресторане его. Молодец, нам же бегать. Да. Все, заказывай мне. Баюк-бардак-чай и шафран. Шафрановый торт. Наконец-то мы здесь. Я принесли шафрановый торт. Так он выглядит. Сережа, вот такой Сутлач. Посмотрите, он, видите? Внутри он жидковатый. Запеченный. Сладкий. Там есть рис. Настоящий Сутлач должен быть на вкус растаявшего пломбира. Есть немножко отдаленное такое сходство. Сейчас мы с вами будем это все, это все пожирать. Да. Болгожь-то есть, как мило. Не обляпайся, да? Ну и маленькая... Парвардушка. Маленькая. Или парвардушка, или луку маленький. Или цукат какой-то. Да. Да, с флагом. Ура! Сережа пробует. Сейчас расскажет вам Сутлач. Консистенция. Что скажешь? Лучший? Вкусно? У всех в детстве главный. Манго пригорел. Все, приятного аппетита. Я пробую свой торт с шифраном. Трачу сережкины деньги. Трачу сережкины деньги на всякую ерунду. Как ты меня еще терпишь? Я не понимаю. Транжири же везде на кофе. Как можно? Да. Все. Приятного аппетита. Надеюсь, вы сюда зайдете. Оцените эти десерты. Старейший кофейник Стамбула. Зашли в турецкий ресторан. Сейчас перекусим здесь. По дороге на этот топ-то рынок. Потому что очень не хотелось. Здесь такой бешеный темп, что мы просто нонг-стоп. Мы только позавтракали, через 2 часа уже в ходьбе, мы уже опять голодные. Мы сбрасываем калории, энергию. И не знаю, что там мы зашли. Вот какой-то ресторанчик здесь, в этом оптовом районе. Потому что потом мы пойдем смотреть, что продают с фабриками по опту. И это займет много времени. Мы с голодным не сможем это делать. Сейчас нам принесут что-то, не знаю что, и мы, короче, поедем. Что-то из курицы. Сейчас распаковка купленного в турецком ресторане. Национальная турецкая кухня. Распаковываем Osmo Mobile SE. Сережа, сейчас вот это... Только вот зачем ты режешь истамбульскую карту? Что? Сережа открывает карту Истамбул. Зачем мне открывать? Как чем? Ключ возьми. Все, смотрите, как слеза расползается. Как подделька, подделька расползается, подделька. Зачем ты говоришь? Вообще по его стоимости это не может быть подделка. Ты смеешься? Давай, сейчас ждут, когда ты раскроешь. Это для стримов, ребят, чтобы вести прямую трансляцию. Чтобы у нас картинка не прыгала и была очень красивая, ровная. Алло. Раскрываем, медленно. Ох ты. Камера мне не сняла. А здесь у нас вот что. Новый гаджет. Сереж, помоги, пожалуйста. Подержи. Я с фидерсговариваю. Вот такой у нас новый гаджет. Отставка, да. Это прикручивается треножка для стримов. Опа, вот так вот. Шпонь-шпонь. И треножечка хорошая, классная. В общем, ребят, вот такая вот у нас эта. Микрофоны вам показали. Все. Начинаем уже черву принесли. Уже зала принесли. Оливки. И сейчас принесут еще курицу и чай. Все. Сережу складывай, заворачивай. И начинаем кушать. Это циток порвала, что ли? Я оборвала. Вот так я его еще бы открыла. Счастлив нам курицу. Это перзола называется. Чабан. Сережка говорит, острый. Ну, по мне, вот, больше пиканка. Не, не, он даже до горла не такой-то. Не обжигает горло. Нормально. Абсолютно. Так что вот мы обедаем, а потом учимся дальше. Мы очень вкусно здесь поели. Очень вкусно. Стамбул, вот, где не зайдешь, нормально. В отличие, конечно, от Аталании, разные. Кухня. Хотя она одинаковая, но она разная. Разное приготовление. Здесь очень вкусно. Нам понравится. Первый попавшийся ресторан зашли. И вот, что опять мы вам можем посоветовать. Это называется сотук махлава. То есть это холодная махлава. Она очень вкусная. Если у вас, вы пришли в кондитерскую, хотите попробовать махлаву, попробуйте вот такую. Она просто не в этом дело, она не такая супер-мега-сладкая. И она в таком соусе, как бы сливочном. Очень вкусная. И нам чаек. Ресторан называется вот так. Как? Кешкерагу. Кешкерагу. Значит, скорее всего, это сеть. Здесь вкусно. И сейчас, сколько мы заплатим за эту поляну? Мы очень много сели, очень много наказали. Кешкер. Кешкерагу. Приятного чаепития. Ну, баклова, ребята, вот эта очень-очень. Сук – это значит холодная баклова. Холодная. Бывает горячая? Бывает, да. Вот эта холодная именно холодная подается. Это перфектум. Перфект, 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 велисимо. К чаем фантастик. Да? Монефик. Ну что, горячий? Очень вкусный чай. Очень вкусный. То есть, какая-то добавка есть? Просто. А баклова, ребят, прям вот. Чай, баклова. Не перебарщивайте до сладких, но иногда можно. Даже нужно. Сереги делает массаж турок в магазине. Видите, Ассултан сидит. А турокомнил. Саша. Как ты? Чай, вода, все дела. Сидит. Падишах. Сережка идет по центру Стамбула. С какими-то мешками. Это вообще цирк. Только мы так можем гулять, ребята. Мушмула. Мушмула, да, здесь тоже растет. И куда ты вот это все тащишь? Тут люди гуляют. А ты с какими-то баулами. Надо. Непонятненько. Непонятненько.